На этой неделе в Москве, в самом центре, вблизи Нового Арбата, открылось представительство Приднестровья. Об этом много говорили, этого ждали, и это совершилось. Теперь для наших приднестровцев, проживающих в России, появился вот такой вот центр помощи. Сотрудники и глава представительства Леонид Монаков готовы помочь нашим гражданам по любому вопросу. Кстати, вы помните историю Человека-невидимки Татьяны Новиковой, которая просто пропала и для родственников, и для всех, когда поехала на заработки в Россию? У нее тогда украли документы, и она не знала, куда обратиться и что делать. Получается, представительство создано, чтобы помогать людям с такими похожими историями? Ну, будем надеяться, таких историй будет меньше, или чтобы их и вовсе не было. Но вот представительство в Москве должно стать и таким центром сближения Приднестровья и России. Открытие прошло 22 января, гостей было много, среди них и дипломаты, депутаты Государственной Думы, представители посольства Абхазии, Нагорного Карабаха, ну и, конечно, московские приднестровцы не могли пропустить это событие. Что значит открытие представительства в Москве для Приднестровья? Давайте послушаем исполняющие обязанности председателя Верховного Совета Галину Антифееву. Для этого и открылось представительство для того, чтобы мы могли принимать граждан, которые находятся в России, которых нет возможности приехать в Приднестровье, у которых возникают и есть проблемы, находясь в Российской Федерации. Мы знаем, они по-прежнему являются нашими гражданами, знаем, что такие проблемы есть у граждан наших, с которыми они сталкиваются. Это и юридическая помощь, это и вопросы гражданства, использование материнского капитала, пенсионного обеспечения. Это возможность встречаться с депутатами Государственной Думы на этой площадке, это использование этой площадки для того, чтобы был там представитель, который ежедневно работает со всеми представителями государственной власти в России, для того, чтобы также те вопросы, которые были озвучены, для того, чтобы их решить. На открытии присутствовали близкие нам друзья, которые много лет вместе с нами, это и депутаты Государственной Думы. В общем, большое количество представителей, которые были рады тому, что мы сможем на этой площадке сообща проводить и круглые столы, и встречи, и конференции. Поэтому я думаю, что это большой шаг и заслуга и президента, и Министерства иностранных дел, и всех тех, кто подключился к этой работе. Об укреплении связей Приднестровья и России. Президент Вадим Красносельский встретился со спецпредставителем Владимира Путина на Днестре Дмитрием Казаком. Говорили как раз о новом дипломатическом учреждении Приднестровья в Москве, о его функциях, значениях, перспективах. Обсудили и тему миротворческой миссии России на Днестре, и переговорах между Приднестровьем и Молдовой. Кстати, о Молдове. В Кишиневе новость об открытии нашего представительства в Москве встретили без особого энтузиазма. От посла России в Молдове даже объяснений потребовали. Олега Васнецова вызвали на ковер в Министерстве иностранных дел и евроинтеграции. Говорили, это удар по молодо-российским отношениям. Ну, хочется сказать, что для Молдовы открытие представительства угрозы не представляет, и надо воспринимать ситуацию спокойнее. И не надо расстраиваться. Не надо расстраиваться. Центр Москвы. Представительство Приднестровья. На торжественном открытии депутаты Госдумы, дипломаты, сенаторы, послы Абхазии и Южной Осетии. Позже эксперты и политологи напишут, новое Приднестровское дипломатическое ведомство – это важный шаг. Я хотел бы, в следующем случае, пожелать представительству успехов на благо Приднестровской Молдавской Республики. Успехов в развитии и укреплении и в развитии российско-приднестровских отношений. Открытие фонда развития социальных и культурных связей, который будет выполнять функции официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Москве, несомненно, будет способствовать углублению связей с основным гарантом безопасности и союзникам Приднестровского народа Российской Федерации, а также повышению международного имиджа в местной стране. Открытие готовили тщательно. Президент Вадим Красносельский еще два года назад решил представительству в Москве быть. Президент Приднестровской Республики, господин Красносельский, в первый же день после выборов, избрания его президентом Республики, когда только ему вручали мандат президента, до инаугурации заявил, что он имеет желание открыть такое представительство в Москве, для того, чтобы наши связи приняли более официальный характер, более тесный характер. Отметили события и в российском МИДе. Мы исходим из того, что в соответствии с уставом этой новой организации, предметом ее деятельности является содействие в налаживании социально-культурных, социально-экономических связей, поддержание прямых контактов в Москве, сохранение и развитие культуры народов Приднестровья и ее интеграции в российскую и мировую культуру, и с этой целью – организация печатных изданий и выставок. Открытие представительства Приднестровья в Москве предусмотрено и стратегией развития на 2019-2026 годы. Помещение на Новом Арбате станет центром помощи для наших людей. Президент, представитель исполнительной власти и Верховного Совета будут проводить здесь личные приемы. У нас очень большая диаспора соотечественников, которые живут в России довольно долго. Это те люди, которые создавали наше государство, вложили очень серьезные усилия для того, чтобы Приднестровье развивалось живо. Они очень активны, на разных уровнях оказывают содействие, помогают в развитии общественных связей, неформальных связей Приднестровья с Россией. Это хороший контактный центр именно нашего взаимодействия Приднестровья и Российской Федерации. В принципе, те направления, которые развиваются на сегодняшний день, это и миротворчество, и политическое взаимодействие, и экономическое взаимодействие культурно-гуманитарно-информационно, очень важны для нас. Я думаю, что именно представительство будет площадкой для дальнейшего продвижения наших связей между Приднестровьем и Российской Федерацией. Кроме этого, конечно же, наше представительство в Москве будет хорошим контактным центром для граждан Приднестровья, проживающих в Москве и вообще Российской Федерации. Возглавил представительство Приднестровья в Москве Леонид Монаков, опытный юрист, вице-президент гильдии российских адвокатов, гражданин Приднестровья. В свое время работал в Министерстве внутренних дел, занимал должность первого заместителя главы ведомства, руководил криминальной милицией. Приднестровский народ любит свою родину, душой и сердцем он всегда с Россией. И проявляя волю, твердость, огромный колоссальный труд при поддержке, взаимодействии с Россией, сегодня мы отмечаем это величайшее, я скажу, событие, это открытие нашего представительства. Открытие нашего представительства заметили в Кишиневе. Молдавский МИД вызвали посла России Олега Васнецова, а дипломата потребовали разъяснений. О тесном контакте Москвы и Тирасполя говорит и чистота встреч на самых разных уровнях. Президент Вадим Красносельский и спецпредставитель Владимира Путина на Днестре Дмитрий Казак За последние 7 месяцев провели уже 3 встречи. В этот раз обсудили перспективы работы представительства, миротворческую операцию, ситуацию в переговорах между Тирасполем и Кишиневым. Говорили и об укреплении российско-приднестровских связей. Состоялась в Москве и очередная рабочая встреча министра иностранных дел Виталия Игнатьева с послом по особым поручениям российского МИДа Сергеем Губаревым. Дипломаты совместно выступают за активизацию работы формата 5 плюс 2. И все же представительство – это бесспорно тема недели. Россия должна поддерживать своих соотечественников везде и особенно там, где ради свободы, ради независимости, ради сохранения своего облика, своего исторического предопределения, люди вынуждены были, как мы помним, взяться за оружие для того, чтобы предотвратить ассимиляцию, для того, чтобы предотвратить унижение собственного достоинства. К Приднестровью это относится в первую очередь. Для России Приднестровье имеет очень большое значение, потому что это один из тех малочисленных, надо сказать, регионов, где Россия пользуется полной стопроцентной поддержкой. И мы, конечно, чувствуем, что мы единая нация. То есть говорить о существовании преднестровцев отдельно от России или России отдельно от преднестровцев, на мой взгляд, совершенно невозможно. Мы один народ. Россия и Приднестровье продолжают делать шаги навстречу. В Террасполе не первый год работает пункт выездного консульского обслуживания российского посольства. В конце года Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке получения гражданства России. И это напрямую может коснуться и наших людей.